что то не в каком эпицентре огня я здесь находился хочу выйти май 2022 вон подписи слышу май 2022 год соседские дома как они пострадали в принципе я давайте аукна разрушений в городе очень большой и если хотите снимать все подряд то врач выйдет соответственно на десятки часов материала я же сниму вам то что непосредственно находится с моим домом те дома улицы и из этого вы узнаете какие обстрелы здесь были и соответственно покажу вам все эти разрушения и чтобы не быть многословным я сейчас выйду со двора и одним кадром сниму соседские дома и соответственно вы увидите что завтра и что происходило совсем рядышком для кидать и кошка которую я подкармливаю вот там ее мисочка открывают соответственно калитку так напомните откуда аскет выдвигаюсь из мариуполя вроде на волосы смотрите дом сгорел его банки сейчас подойду поближе мариуполе кей было два недавно этот артемий лебедев записал видео где он как и стаса и как просто поехал в донецк вот и мариуполе шо ли снимал так немного тоже но я до конца это видео не досмотрел вот но так чисто минут пять поглядел остались теперь одни стены и соответственно дом так же я это к чему да не знаю ну типа пиздец не к чему пропаганды про папа пахивает короче причем лебедев то еще ладно понятно там реально проплачено по сто процентов а вот устаться типа я даже не знаю возможно реально просто так туда поехал блять потому что вот у него есть такая идея он движим этой идеи как бы да вот и он реально туда вот так вот блять поехал без денег вот потому что ему так захотелось я не знаю я не знаю может быть тоже проплатили яхазе он это естественно никогда не признает я просто еще слышал как у него жопа сгорел из этого но и его естественно начали в этом обвинять что как так стас там какие-то журналисты известные начали при него выписывать что вот кремлевская там подстилка и так далее у него так сгорела жопа блять настолько сильно сгорела жопа что я даже поверил что он реально вот просто так сам решил один вопрос как так блять совпало что в одно время два известных блогера поехали в одно место так совпало просто совпадение в мире тоже ведь происходит поэтому может быть так совпало яхазе он сейчас можно зайти во двор и покажу вам масштаб поэтому я ничего утверждать не буду я тебя ничего не знаю вот получается двор шифер железо все не бананом рала и алахуровать сожженная его банный свет мне еще на самом деле ну естественно же у людей жалко мне жалко еще также домашних животных собачки кошки которые там жили же обычных бросают вот но люди то есть происходит что-то подобное люди бегут и оставляют животных наедине вот вот с этим ужасом шифер в общем дом сгорел абсолютно полностью дотла кто-то забирает естественно кто-то забирает собой но часто бывает такое что животные остаются без хозяев короче без дома из как забора пострадала вот это все происходило можно сказать шаги от моего дома и то что мой дом отселел это чистая случайность и теперь давайте представим что бы произошло с моим непосредственно домом если бы не сюда прилетел именно зажигательный снаряд здесь у меня дрова там угольный ящик тут у меня снова дрова вот там закрыты их в мешках брезентом также дрова это деревянная постройка продвигаясь сюда здесь огромная куча сухих дров как вы видите там возле груши также не дрова в мешках накрыты брезентом в общем здесь много всего и я думаю всем прекрасно понятно что если бы сюда ко мне прилетел то соответственно вот этого всего бы уже не было все сгорело бы дотла причем не только дом но и все что находится на территории двора вышел значит с дома прошел буквально пару минут и здесь уже вырисовывается вот такая картина крайний дом полностью сгорел причем состоял из ебать каких частей взрывы с рук причем состоял ввязь нескольких частей взрывы слышны но на них уже не обращаешь внимание давным-давно реально идет ему плохо вообще я бы я бы я бы обосрался здесь люди тупо привыкли к взрывам скобочек хлопок хлопок блять первый дом угловой сгорел дальше поднимаясь на горку второй дом также сгорел причем не просто сгорела еще его разбомбила третий дом по соседству ебать там аскет один что ли остался просто все дома расхуярила фаскета все цену как и частично целое он живет никого не осталось блять просто аскет один в этой деревне это реально страшно ли крыша рухнула получается и все посыпалось на зелене люди вот ни одного дома пока целого вот четвертый дом от угла более-менее уцелел он пострадал видать только от взрывной волны вот сейчас за деревьями не особо видно может крыша пострадала с этой стороны дом его сгорел это уже четвертый можно посчитать этот дом целый здесь сейчас будет картина совсем печальная чуть дальше ну не ну чисто военная база нато ребят наверху были солнечные батареи иначе как их понемножку уже начинают снимать хозяева дом их сгорел ази и варя вот а сами солнечные батареи частично это днепр не это это мариуполь так с этой стороны печальная картина вот можете посмотреть в каком состоянии стоят столбы собачка ко мне подбежала о бэн иначе свой обгорела вида для бэн тачу шерсть пожженная пиздец бэн вот вот сюда прилетел теперь он уже не скажет ес или ноу верно в этот дом снаряд для бедный он вроде как не сгорел просто разрушение здесь в принципе тоже разрушение этот дом вообще в щепки разнесло плюс еще и сгорел здесь смеюсь и бана ты блять между тебе смешно я смеюсь идиотов дополнительно утеплен вот можете посмотреть как по стеклу ворота особо его обалдеть просто если бы до сержу ржу пиздец майте чтобы с ним произошло ну и также соответственно в гараже так я уже честно говоря сбился со счету какие тут сколько домов жена собачка начинает на меня лавить а вот здесь в доме жил мой знакомый старичок один интересный вот часто с ним всегда останавливался болтал так вот я даже сейчас зайду сюда погибшим далее будете правильной информации всего лишь слухи местных жителей старичка в плен что ли взяли или чё так вот соседи говорят что он вывез свою семью вернулся домой и попал как раз таки под обстрел снаряд получается попал к нему в дом его чем-то придавило и он по словам соседи опять же ссылаюсь только на них сам не знаю свидетеля не был в общем он не был в доме его завалило чем-то и он не смог выбраться вроде как даже слышали крики но тот момент был очень мощный обстрел и никто не вышел и так сказать не осмелел выбраться с подвала и его спасти и он очевидно сгорел заживо если здесь покопаться то можно даже обнаружить его кости его конечно и изъяли отсюда дом был очень хороший но сгорел как вы видите полностью дотла входная дверь ну и все остальное так я тут получается с сопровождением вот таким вот лохматым здесь получается было кухня по всей видимости сожженный металл весь такая вот беда смертельная с ним произошла кстати говоря опасно самом деле вообще там бродить мало ли мины какие-то игрушки 2 и у него должно стоять его машина девятка по идее должна там кто его знает но гараж вроде как закрыт опять же я все что говорю это не проверенная информация просто со слухов когда я точно буду что-то знать я так и скажу вот я был свидетелем либо знаю наверняка а пока говорю то что спеца услышал преобразовался немного первую очередь от очевидцева там кто его знает как оно было на самом деле поэтому за то что я говорю полную ответственность я не беру на принципе вообще ответственность не беру слухов очень много распускают разных вот есть много правды есть конечно много и неправды вот еще один дом также сгорел вообще вся эта улица по большому счету пострадала максимально какие-то дома уцелели но от взрывной волны они пострадали тоже очень неплохо вот здесь посмотрите машина стояла во дворе и соответственно вместе с домом сгорела так у нас боты в чат залетели а то так неожиданно почему-то сразу несколько человек начали писать что якобы высоу обстреляли ребята это все высоу конечно же и сразу несколько человек сразу вот буквально разные люди типа ребят а вы чё это как это вы заговорили осколки машина интересно сгорела полностью здесь очевидно собака также сгорела или что это такое господи непонятно ебать это чё такое шерсть может быть какой-то ковер а нет это не шерсть это что-то другое шерсть бы сгорела бы полностью вот такая вот здесь ситуация одни руины полностью для меня это в принципе уже как бы не обыденность я уже тут наладился насмотрелся столько что принципе уже все для меня привычно тут собачка была в вольере очевидно ее выпустили никаких следов вот в общем как-то так картина как вы видите очень и очень печальная на этой улице жили люди себе спокойно в домах а тут неожиданно началось освобождение и спасение электричества посмотрите нахуя ради чего злойный столб и у него практически все провода поотрывались это вопрос о том когда будет свет и это только один стол и вот вопрос когда это все нахуй закончится я исчез на меня даже предположение нет что касается мелких столбов которые стоят по улице так сказать уличные то там тоже самое в общем провода все везде висят поэтому с электричеством здесь пока электричество вернее пока здесь ожидать не стоит кстати говоря вот например совсем рядом прохожу и здесь вот такая вот воронка но по сравнению с тем что я вам буду дальше показывать это пустяки пустячная такая мелкая ее уже стали засыпать мусором там есть воронки как зовут его тот что база кормит стас аскет посерьезнее вот же написано экране пока снимал разрушенные дома на улице дождь усилился и у меня уже здесь посмотрите наполнились ведра сейчас я эту дождевую буду переливать сперва вот сюда в бадью она уже практически полная вот а затем уже пустые баклажки эту воду я использую для того чтобы помыть руки так что сейчас буду всю эту воду собирать да и вообще я уже начал понемножку убирать к двору еще не приступил а вот получается в доме уже более менее начал наводить порядок в общем-то потихоньку избавляясь от всех следов вот сюда обратно возвращаю и нужно будет варить что-то покушать собакам в будке у меня находится чапи балдеет чапи как дела нормально ну и хорошо сейчас уже можно сказать с очевидной уверенностью что все эти дома которые уцелели и в том числе мой дом остались целыми они по большой случайности и по великому счастью и успеху везению потому что когда здесь велся очень мощный плотный и интенсивный артиллерийский обстрел то снаряды летали просто над головами какому-то дому повезло какому-то паров лопатил за перепадный полный партия также и с людьми кому-то повезло остаться живым а кому-то нет есть конечно и те которые получили какие-то ранения теперь что хотел я еще сказать касаемо того когда я смогу загрузить эти видео здесь как вы понимаете интернета нету есть какие-то точки определенные когда включают где включают генератор и появляется вай фай вот я вчера ходил хотел загрузить видео которое снял но там чтобы понимали настолько слабая связь скорость интернета что у меня загрузка видео исчислялась не минутами даже не часами а днями поэтому сейчас загрузить видео я попросту не смогу но в любом случае рано или поздно загружу понятно пока просто не понимаю как но в любом случае в общем ну вот такие вот дела что касается съемки разрушений всяких то в том зима начнется еще пиздец мешать телефон камеру на телефоне и соответственно снимать все подряд то что я вам сегодня показал ту улицу в принципе это все находится буквально там в двух минутах от моего дома то улица конечно пострадала прям так основательно и очень масштабно так наглядно поэтому я решил ее снять в качестве демонстрации того что здесь происходило если принципе выйти на любую улицу и начать снимать то разрушение будут шахматном порядке допустим там есть дом разрушенный там целый целый потом снова разрушены там частично там сгорел и так далее вот я буду стараться не чтобы не растягивать видео как-то мне показывать вам самые такие очевидные и можно сказать основательные разрушения вот в общем как то так это видео подошло к концу с вами был стас аскет всем пока серия видео про разбитый город была снята еще в мае 22 но публику я только сейчас поэтому некоторая информация может не соответствует больше нему днем да интересно что там у него сейчас получается почти три месяца прошло а за три месяца могло многое измениться все так орут про днепр но все молчат про харьков в харькове каждый день такое как у вас один день в днепре без негатива но из харькова пытаются сделать второй мариуполь да мне недавно буквально подписчик из украины писал какой-то город ой я не помню какой-то город но не популярный и там тоже почти каждый день бомбят стреляют бомбы падают ну а естественно про это нигде не говорят хотя там тоже жестко такая вот ситуация николаев нет другой город то что вы пишете вы это и так знать что там это происходит а есть другие города где происходит то же самое но о них почему-то не пишут давай так понятно можно и не читать хотя ладно я прочитаю тут чел сдонатил 100 рублей давай так объективно зеленский мог это остановить и не подвергать свой народ и не быть гордым перед западом типа он сильно и все решит сам а просто подписать документ где признал крым и т.д. то есть ты считаешь что если бы он этот сделал то путин такой окей и все что ли то есть ты думаешь он бы на этом остановился да и нашел бы еще какую-то причину чтобы начать то что есть ебучий волос блять вот крым то тут даже вовсе ни при чем в данной ситуации началось то все не из-за крыма причем тут крым вообще все бы дошло до того что зеленскому пришлось признавать вообще всю украину типа вся украина территория россии в таком случае блять а ты какой-то наивный если так думаешь челы в двадцать втором году не могут показать записи с того же спутника откуда летели снаряды каждый кукарекает свое вправду то уже кто покажет суши есть одна очевидная вещь достаточно банальная которую на самом деле может любой дурак понять вот сейчас например аскет снимался там вот эти дома да и вот это место где он живет люди там жили мирно и спокойно у людей все было хорошо до того пока не ну россия не решила напасть скажем так устроить ну назовем это военную операцию до этого же все было спокойно хорошо началась военная операция вот результат что тут блять непонятно кто кого куда я не знаю просто насколько надо быть дураком чтобы не понимать очевидных то вещей но там же все было нормально все было нормально люди жили спокойно стас аскет спокойно записывал видосы снимал эти видео где он там жрет просрочку какую-то база кормила его все было норм но как только это началось все превратилось вот в это то что мы сейчас видели еще над подожди сейчас быть про восемь лет не надо я уже тысячи раз ты здесь давай иди сюда но есть один вопрос какая-то у меня кто-то спалил мой адрес что там привезли вообще я не буду какие-то цветы причем открытка береги себя